Эпидемиологическая обстановка в Анапе благополучно отметила Лариса Медведева. Случаев заболеваний интервирусными инфекциями в городе не было. Вспышки менингита в Ростове, Подмосковье и Москве – повод для усиления профилактических мер. Специалисты предупреждают, что интервирусная инфекция, как и любое другое вирусное заболевание, опасна осложнениями. Сегодня в Анапе в рамках профилактики интервирусного менингита обследуют всех детей, приезжающих на отдых. Особое внимание уделяет поступающим с острыми респираторными заболеваниями и кишечными инфекциями. Уже обследовали 30 детей, интервирусов не обнаружено. Я обращаю ваше внимание, в первую очередь родителей, бабушек, дедушек, чтобы вы четко смотрели за состоянием здоровья своих малышей. Энтервирусная инфекция представляет собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемой различными представителями энтеровируса. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью в среде, способны сохранять жизнестойкость и в воде водоемов, что сейчас актуально в связи с купальным сезоном, и влажной почвой, и на продуктах питания. Вирус быстро погибает при кипячении. Инфекция характеризуется высокой контагиозностью, то есть быстро распространяется и легко передается. Пусти передачи – водный, воздушно-капельный, контакт на бытовой и пищевой. Источником инфекции могут быть носители вирусов и больные люди, в том числе с бессимптомной формой. При первых признаках болезни специалисты рекомендуют обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Роспотребнадзор, Управление здравоохранения и образование администрации города проводят профилактические мероприятия с целью охраны здоровья детей и обеспечения их безопасности. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.